Всем привет, ребят! Сегодня мы с Анасом будем разбирать для вас патч 11.3. Патч очень должен быть интересный, нерф лесников и бафы АП-шных предметов. Соответственно, начинаем. Анас, скажи привет. Всем привет, всем привет, всем привет. Так, давай тогда по порядку. У Аниви убрали 10 урона скил на всех лвлах и снизили немного скейл от АП. Плюс секунду, 0.5 и секунду добавили на втором и третьем уровне ульты. Нерф ли это Аниви? Да, очевидно, ей ничего взамен не дали, но это незначимый нерф, в общем. Кирилл, перехватывай. Ну давай, давай, перехватываю. Смертоносные шипы понерфили у Чугача. Я не знаю, но топ-лейн Чугатов я очень мало видел. Тоже, да, непонятно, зачем такие нерфы? Я не знаю, скорее всего это идет от среднего рейтинга какого-то, потому что на высоком рейтинге такого нету. Скорее всего, у кого-то из риотов Чугата загасил. Да, походу, блин. Элиза. Нейротоксин. Базовый урон уменьшен. Получие бешенства. Увеличение скорости статики при активации. Увеличено. Так, подождите. А, я понял, понял. Это все нерфы, это все нерфы, конечно. Я, конечно, не знаю, зачем ее нерфят. Ну, на высоких рейтингах я, опять же, ее мало вижу, кроме Огурина. Огурина только на ней играет. Смотри, несмотря на недавнее ослабление в 11-е два патча, Элиза стабильно занимает высокие строчки в рейтингах лесников. Мы решили еще немного ослабить паучих, чтобы облегчить жизнь другим лесникам. Да какой я ее вообще в игре не вижу? Мне кажется, да, вот это дело... Ну, то есть, смотри, сам аргумент того, что ослабить паучих, чтобы облегчить жизнь другим лесникам? То есть, Элиза же вообще никогда не инвейдит ничего такого, она просто давит линии, как бы. Ну, да. Поэтому это, скорее, линиям облегчило жизнь. Ну, я как со стороны мидера, хотя она очень редко мидает, она, в основном, конечно, топ-давит или бот. Но Элиза, если она нафидится, она тебя шотает. Вот ты вот заходишь в куст, если на него стоял Элиза, ты умираешь. Ну, я сейчас в основном видел, вот, по мане, я, кстати, вот, я стримы смотрел, да? Я видел Элизу собирают через не ваншот, а через ванхит. А какой канал? Ахахасик? Нет, 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 нет. Не, не, не Ахахасик. Через пта играют на ней. Да, не видел. Ну, смотри, ну, просто этот нерф, ну что, сняли 20 урона, да, и атак спид. Не шотнет ли она теперь мага? Так же шотнет, что? Ну, то есть, Элиза все еще можно играть, но, конечно, урона меньше будет чувствоваться. Я думаю, чувствоваться больше будет ТВ, очень сильный нерф в лейгейме. Ну, тв-тв, да, да, 40%. Это же второй поспел, который ТМАКС еще, поэтому, да, уже быстро начнет чувствоваться. Это реаль. Мистический выстрел увеличен. Лёва, ну как ты, как ты автофил на дешнике скажешь? Ну, тут, я думаю, даже, возможно, и не автофил, возможно, и на миде можно будет играть. От матчапа, конечно, зависит. Посмотрим еще, что сделали с АП предметами, может быть, их слишком хорошо бафнули, и теперь маги сильные, но в данный момент 10% скейла, это, в принципе, не так много, но сейчас Израиль может собрать очень много АД за счет как раз-таки того же Манамуна, который остался в билде, Гидры. Раньше Трифорс собирался, он давал не так много АД, сейчас предмет, как раз, собирается вместо Тринити Форса. Да, это очень много АД, поэтому Израиль сейчас очень много АД, поэтому 10% это именно много. И, возможно, им даже на миде можно будет играть, но для бот-лейна Израиля это просто приятный баф. Перехватывай. Перехватывай у Лёва, Иверн, я не знаю, Иверн опять на удушающий берут. Основные показатели, прирост запаса здоровья уменьшен на десярик. Посадка семян, пронесчета уменьшена, опять же. Ну, отчасти это нерв как топ-лейн Иверна, так или снова, но, опять же, в лесу я вообще не замечала Иверна. Ну, это, опять же, довольно-таки сильный нерв. Особенно, как говорят, что, типа, Мунстон айтем сейчас довольно-таки сильный. Я бы на месте, а Райтов бы понерфил просто Мунстон, нежели нерфил Утилок. Ну да, это уже несколько патчей подряд нерв, это верно. Может быть, со временем перестанут играть. Джинкса. Кручу-верчу. Дальность стаки увеличена, и штраф при использовании скелетницы уменьшен. Ну, это просто приятный бау, то есть, у нее теперь больше ранжа на девятом уровне уже, у нее на 25% больше ранжа, это много. Ну, сняли хп. 50 здоровья, или его сняли, это как-то дурант, блять, почти. Да, я сняли хп, это вот Йорли Геймс, ну, ранняя стадия еще тяжелее будет, она и так слабая в ранней стадии. По сравнению, там, с тем же, с той же Кайсой или Люцианом. А теперь еще слабее стало, но... Кусаки поднерфили еще. Кусаки? А их поднерфили, думаешь? За тратоман на 20, на 20 повысили. Хотя, ну, время заведения на меньше, на 0,2. Да. Не, ну, дали больше ренжи. В ренжи это всегда приятно, когда единственное твое... Твой урон это автоатаки есть, у тебя больше ренж автоатак, это всегда замечательно и приятно. Я, правда, не до конца вник, что сделали с Ешки, вот то, что игры с огнем обновлено. А, это сделали то же самое, что и с Синдрой. Ой, плохое изменение. Я понял, понял. Это очень плохое изменение, если это так. Кто играет на джинксе, вот кто в антрик джинсы, это, ребят, у вас была голова взорваться первой игры 5. Или первые 5 нажатий, там, как быстро вы адаптируетесь. Это когда за экран, типа, кушку едаешь, да, типа, напрямую... Да, и она сразу нажимается. То есть у тебя не идет персонаж, куда-то нажал сразу. Не, да, недавно, Синдре просто играл неприятно. Ну да, это очень приятно. Так, карма. Оставление маны увеличено, страта маны внутреннего пламени Q уменьшена. Приятно и топ-лейн карме, и мид-лейн, и саппорт, и просто приятный баф. Облегчает мана косты. Ну, эту утилку подбафили для Мунстона. Ну, Мордекайзера подбафили. Только он серв, мне кажется, не будет играться. Ну, 2 секунды, но это же вообще ничего не решает. То есть, учитывая сейчас мету, брузеры слишком сильные, джанглеры слишком сильные. То есть, Мордекайзер может... О, может быть, Мордекайзер и хотел бы забрать джанглера, так кто-то его убьет. Как бы тут у Мордекайзера вообще мало приятных моментов в жизни сейчас. Долгожданный нерф Олафа. Все его ждали, понерфили ему запасы здоровья. Особенно ты. Особенно я. Особенно я. Ну и пассивку поднерфили. Ну, вообще, в целом, довольно-таки сильный нерф. Если учитывать то, что еще Горд Тинкер поднерфили. Истерак. Истерак еще. Кушку пантеона занерфили еще. Опять же, лесников поддушивают. Поддушивают, не знаю, из патч в патч. Ну, а с чего бы, да? Мне кажется, это нормально, когда лесник может убить любого один на один. При этом он ваншотает кемпы. При этом он может забрать, ну, дракона там один на один вообще без проблем. Просто из-за того, что так, ну, талисман. Ладно, я с пантеоном нерфом согласен, потому что там, словно говоря, даже пантеон на суппорте может один на один убить мидера, либо лесника. Ну, так этот же нерф, это что? Ну, это не нерф. Ну, в плане, ноль урон нерф. Просто ему усложняет жанр ли сейчас на первых лвлах. Потом на пятом уровне то же самое. Ну, все равно. В ранней стадии как бы многое может заряжать. Не, я счастлив. Типа, то, что лесники слишком сильные, это вообще бунт. Верните сайсон, пусть вальдят. Одно дело, помнишь, 9 или какой-то, какой там сезон, 2 лвла, ах, это лесники, вот это вот, над минером. Над минером? Такое было, да? Да, да. Так это сейчас такое иногда встречается. Я сегодня вон бегал там, и у меня 9 лвл у врагов карту с 14. Ну, это нормально. Я тоже лесником был, правда. Это мы опустим. Ладно, смотри, Рамоса под нерфили очень интересно. Вопрос зачем? Возможно, что-то будет в будущем с ним происходить. Кто знает. А-а-а, ну тут написано то, что из-за дешевых мифических предметов он стал, типа, начал давить врагов. Рамос слишком сильный, как и Чугат, согласен. Ну, теперь у него огромная сенсация, да. Да, произошло и произошло. Ну, да, удачи там. Часто Рамоса встречаешь? Я один раз, один раз был Рамос на топе с Гастом. Вандрик, Вандрик, Спира. Не, у меня был с Гастом к лицам. Он бежал просто по топу. И его забанили после игры, ну, на следующий день, скорее всего, это его забанили. А ты его репортил? Угу, вот и мне пришел, типа, репорт. Вот, то, что забанили чел. Бафф Рэл. Короче, мое мнение, Рэлл-шиса очень сильная. И она сильная, возможно, не потому что сам персонаж очень сильный, а потому что никто не знает, что она делает и что против нее делать. Соответственно, каждый ее энгейдж, это успешный энгейдж. И непонятно, связано ли это с тем, что, в принципе, у него очень хороший энгейдж. Либо с тем, что никто не знает. Ну, а что, и баффнули, ей подняли коэффициент урона от силы умений. Силы умений — это танк, она не собирает силы умений. То есть, это примерно такая же ситуация у Наутилуса, где у него все сплывы скелятся от силы умений, но ты не собираешься себе АП. Поэтому это ирелевент. Ну, там, с нашор бафом ты будешь больше дамажить. Что приятно, это разные полюса. Перезарядка разрыва связи — 3 секунды было, стало 1 секунду. Это очень приятно. И все. Ну, то есть, все остальное — это ирелевент. Это сама по себе рел очень сильно. Если вы саппорт мейн и вам нравится играть за персонажей, как Наутилус или Леон, рел — это замечательный персонаж, добавлять его все в пул. Ривен. Ешку подбафали. Возможно, кстати, ревня будет в лесу играться, потому что была мета ревни в лесу с Афтершоком. Но там потом кушку... Тогда Афтершок просто брокинг был. Да. Да, тогда было очень сильно. После того, как кушку там поднерфили, ее перестали брать. Но я не знаю, зачем бафы, потому что, если она и так... Потому что смотри, в самом бафе... Да, бафе написано то, что оба ее предмета, потрошитель, ненасытная гидра, будут ослаблены, и поэтому мы прибавляем ей силы. То есть, ну, в принципе, имеет смысл. Единственное, что... Проблема... Ну, в чем суть? Когда вы нерфите какие-то персонажи для брузеров, и бафите кого-то персонажа, который собирал этот предмет, это не единственный персонаж, который собирал эти предметы. А Ривен и была... Не была слабой. Она не сильная, там, не имбаланс, и поэтому ей не играют в компетии, никто и никогда. Но она не была слабая, особенно в Сулу-Кью. Поэтому вы бафите Ривен, которая не была слабой, но вы не трогаете остальных персонажей, которые собирают эти предметы, и как бы... Ривен выходит просто вперед с таких сменений. Но это баф Ривен, да. Поздравляю всех, кто играет на этом персонажа. Ну, Серафину поднерфили еще. Это все правильно, потому что сейчас даже в Сулу-Кон пик либо... Базовый урон уменьшен, ну и проще, что тоже уменьшено. Ну, а хорошая... Хорошая, нет хорошая. Просто сделали слабее немножко персонажа. Слабее, как саппорта. Опа, Лёва. Давай, давай. Шивану подбафали. Играем. А Д Шивану, надеюсь? А не АП, АП. Нет, это АП, а Шивану. Яйкс. Ну, я ничего... Нет, да что, если сильно, если же бафают, может быть... Нет, смотри, ей на Кушку добавили... Ей Кушку дофига уроновала. Ей силу менее добавили на Кушку. Раньше она только АД била. И сейчас еще... Вжигание АМСа добавляет еще сверху. АТАП, да? Восемь процентов. Жир. Нет. Жесть. Жесть. Нет, выглядит хорошо. Это реально хорошо. Ну, ты в Сулу-Кон попробуй, главное, чтобы мы не тестили персонажей в скримах. Да ладно, чего? Как будто такого никогда не было. Да было бы этого проблемы. Так, поднялись с Кейл Синджиду. Ну, я думаю, только Бипа обрадуется, наверное. И Смурф. Я думаю, это может быть неплохо, потому что... Ладно, сейчас это отвратительно. Мета вообще не Синджида. Синджид хорош, когда мета танков, потому что Синджид, во-первых, хорош во всех танках, кроме, возможно, какого-нибудь Сиона. Он очень хорош в Ворна, и когда мета танков, Орн король танков. И, соответственно, Синджид очень хорош в Ворна. Если вдруг вернется Орн, возможно, вернется и Синджид. А так у Синджида очень большие проблемы с персонажами, которые могут купить много сустейна. То есть та же Ривен, хоть Синджид и контрит ее, но там 2-3 предмета, и все, Синджид уже ирелевантен по сравнению с Ривен. Ну, и не говоря уже, знаешь, про топ-лейн Люциана, топ-лейн Гнара, Войнуку, и Синджид против нее вообще не разговаривает. Вот он, кстати, с повязкой и так и играет. На рту с кляпом. Что скажешь по поводу Сайлоса? Я думал, что это будет лесной Сайлос, но это явно не лесной. Да, это для линии, потому что слоты сейчас за него очень слабые, мне кажется. Да, да, да. Тут проблема с Сайлоса не в том, что там кушка меньше маны будет стоить на пятом уровне, то есть 55 будет оставаться, а не 70. И проблема не в том, что ты мало хилишься с W или мало дамаж. Проблема в том, что тебе нечего собирать. То есть ты можешь собрать Леандри, но ты особо и не сидишь на таргете долго, то есть там... Не, бывает, что сидишь, да, когда тебя убить быстро не могут. Собираешь оверфрост, он неплох, он, наверное, лучший предмет, но... А что дальше собирать? Нет, с мификом, с мификом на самом деле все дело, все просто, и даже выбор есть, да? Снова дальше, а что дальше собирать? Дай, Люда, неплохо, да. Я говорю с мификом, все хорошо, и то, и то, и то можно собрать. Дальше ты что собираешь? Дальше ты собираешь с Жонью. А дальше что? Рободон 3,800 копитного, ссори, слишком дорого. Арханген, ты не можешь собирать, тем просто не нужен. Это некус фиксивный, тебе нужно покупать КДР. КДР ты можешь купить этот Космик Драйв на 30 КДР, который понял, дает, а так, мувминт спит, когда ты атакуешь. Так он очень плохой, он некус эффективен. Ну и вот такая вот проблема, осталось ничего собирать. Ваншота собирать, типа, фуллоп, знаешь, без КДРа. Да, можно, но это стоит очень дорого. То есть, Рободон очень дорого стоит. Я бы вообще вернул Рободон 3,600 цену, типа, или 3,700 хотя бы. Да, 3,800 реально дорого, там 1300 рецепт стоит. Да, 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 это слишком дорого. Это как к Леандре собираешься, знаешь, два слота не дешевые, там 900 и 1300, а потом рецепт 1200 просто, знаешь, сидишь, копишь. А, да, я думал, старый Леандре думал. Опа, Талья, нерв. Подожди, подожди, но по Сайлосу, мне кажется, сейчас есть игра, где очень хорошие ульты, и знаешь, ну против тебя нет персонажей, которые тебя шотают. Ну, допустим, вот ты взял Сайлоса на топе там, ну против Молфит, естественно. Молфит, а это идеально, кстати, актилская тренингтона, более метовая, ну, более реально, Молфит, Блайн, Молфит, поехали. Блайнд Молфит в лесу, тоже, конечно, Сиджо, они на виду ТФ какой-нибудь, и все, ты как бы в кайфе, у тебя есть ульты, тебя не убить, потому что персонаж, и тогда Сайлос бог и король, но есть все еще лучше персонаж, под ником Кассадин, но все-таки Сайлос тоже будет хорош в такой ситуации, если вдруг забанили Кассадина. Ну, возможно, Сайлос больше, наверное, неплох на топле, нежели на миде. Это, знаешь, как ответ танку какого-нибудь. Контурпик, да, может быть. Ну, Тольяха. Но Тольяху, конечно, зря они понерфили, мой лучик добра, мое солнышко, на вот это вот, мою Элла. Я там, по-моему, 80% веры за 50 игр, за 40, сделал на ней. Монстр, просто монстр. Но нерв, конечно, оправдан, потому что сейчас, опять же, пик или бан, Тольяха, особенно на высоком Элла, постоянно берут ее, особенно если у вас есть какой-нибудь рейнгтон в команде, либо Алистар, не знаю, какой-нибудь Харц Ц. Ну, в принципе, на ранней стадии ослабили Толию, но в целом, то, что добавили МСа на пассивке, она сильнее будет в мид-гейме, будет быстрее передвигаться, что тоже, наверное, на самом деле, неплохо. Да, как только ты соберешь там АП-200, я думаю, этот нерв уже баф считается. Потому что ты и так будешь маршрутить кемпы. Хотя бы, как в прошлом патче, но ты еще знаешь, когда Толия была сильной, там, не знаю, в седьмом или восьмом сезоне, они просто ее убили. А, они убрали урон по крипам, вообще? Да, и, я помню, даже там такой урон был по крипам, то, что он такой же был и по персонажам. Я думаю, знаешь, что может быть? Может быть, Толия на миду будет играться, но я в это очень слабо верю. Но МС баф это то, что возможно, типа, ты будешь играть, знаешь, Толия как талоном, что-то на этом уровне. То есть ты фактически и не стоишь на миде, ты все время бегаешь. Ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, здесь все равно лучше чемпиона, чем Толия на миде. Конечно. Удирчик. Я считаю, что это в целом вообще не нерв, потому что раннюю стадию ты все равно хорошо формишь, но в лейт гейме ты все равно, ну, выполняешь свою работу, ты собираешь чем танк и врываешься, станешь и просто действуешь всем на нервы. У тебя дема же все равно нету, ты бегаешь, там, бьешь с ладохи, контролишь, потом своими Доритесами, опять Фениксами, потом Фениксами опять. Ну, я считаю, что это не нерв. Как бы это вот, якобы понерфили, но это вообще ничего не значит. Что скажешь по поводу Владимира? После того, как мы подкорректировали баланс каких-то предметов, Владимиру поплохело. Это мне поплохело, когда они подкорректировали предметы все. Но он бахает, да. Но вот в этом и проблема, что, чтобы бахать на Владимира, нужно идеально понимать все свои уроны и билды и все это. А как бы таким знанием обладают только в Антлике, то есть персонажи, которые играют только из одного персонажа, и персонажи, и Владимиру, чтобы всем этим обладать. Этот баф ничего абсолютно не дает Владимиру на линии до шестого уровня, очевидно. После шестого, возможно, возможно, это что-то будет давать в плане того, что эффект неожиданности, типа ты только что ультанул, залынил, чела выгнал на бэк, запушил пачку, сам бэкнул, пришел, запушил эту пачку, на следующей пачке уже олынишь, потому что 2 минуты прошло. Возможно, это что-то будет давать. Проблема Владимира в чем? У него олын даже слабый. То есть, сильные стороны Владимира собрать 3 слота, нажать гост флэш, убить пятерых. Если такого не выходит, то с сильных сторон особо не остается. Поэтому это ничего не дает. Давайте перейдем к предметам. Предметы для магов. Guys, мы, кто это мы, я ждал этот патч, это изменение, эти изменения, я ждал их с момента переработки предметов АП-шных, потому что а маги были просто слабыми, они были невероятно слабыми. Что мы имеем? 10% на Лич Бэйн, на Грозу Личей. Это хорошо. 10 АП на Лич Бэйн, летс го. Хоть что-то. Хекстэковый прицел. 15 АП на хекстэковый прицел. Очень много. Это очень кост-эффективно. 15 АП, по-моему, стоит 500 голды, по-моему, это стоит. За те же деньги он остается. Очень круто. Плюс дальность действия гипервыстрела, 50, тоже неплохо. Ну, кстати, вот изумрудный оберег, это как этот нарморщик для Жонни. Да, наручи искательницы. Да, да, да. Очень классный предмет, кстати. Ну, типа, на дольки неплохой для против магов. Я помню, когда его только на все это изменили, помню, когда еще Кайла была мега-брокер, когда предметы изменились. И я играл за Кайлу. Я, короче, играл против флотой команды, но стоял против Виктора. Я собрал изумрудный оберег и наручи искательницы. Мои первые два примета были. У меня как бы это сто армор и сто магреза было. Я просто и вообще с кайфом, знаешь, что-то было бы, кстати, хорошо, знаешь, вот здесь миджай на АП, а вот вернули бы оккульт, вот который АД, вот для АД и ЧКО. Ад и Левиафан тогда, который... Это АРХП, да? Да, да, да. Было бы круто, кстати. Не, было бы реально круто, я не знаю. Но это слишком сноубол давал, но было прикольно. Особенно, когда помощь на старой Акали ты стакал. Или на Катарину собираешь миджай плюс оккульт и все. Маленько, то же самое. Ну, вот. Хисековый прицел может быть неплох, но он будет неплох только на персонажа, на которых он до этого собирался. А это из того, что я помню, только один персонаж, и это Зоя. Вот. Ну, возможно, сейчас он будет неплох что-то на какой-нибудь Синдре, потому что 700 ранжей это ее кью. Ариа невозможно. Ну, короче, будем смотреть, будем пробовать. Вы будете пробовать. Давайте потом фидбэксу пишите мне в паблик ВКонтакте, а она в паблик ВКонтакте. Подписывайтесь на них. Завеса Баншу бафнули, кстати. Дороги неплохо. Неплохо. В самой сборке подняли, правда. А вот наручке искательницы поднерфили, что довольно-таки не очень хорошо, основанно вгляд, на свои зрители. Чувствительно. Это будет чувствительно, потому что вот знаешь, когда ты играешь за... Ну, ты сказал Лилия, я вот могу со своей стороны, когда ты играешь за какого-нибудь Виктора. Кстати, ну там, короче, за персонажей, когда ты играешь против адешника, вот в чем суть. Ты долго не можешь стоять на линии. Всегда против адешника ранний бэк на базу идет. Во всяком случае, в про-плее так всегда идет. И в такой ситуации 900 голды часто накапливается. Вот там минута 3-4 у тебя 900 голды может быть, если ты хорошо восхитил. Это спокойно убирать. За 5 минут 1250 можно брать. Это со старым Виктором, помню, ты фармил еще на апгрейд. А вот 1000 уже на фармить там за 3-4 минуты, за 4 минуты. Реально, но не факт, что ты же реально. А даже если и реально, то очень сложно. Потому что против адешника знаешь, ну вот, ты сам все всегда прыгает, ты должен разменивать крипов на all-in, манут, хп свой-то терять, не всегда крипов получается добивать из-за трейда. И в такой ситуации ты точно не накопишь 1000 золота рано. Поэтому это очень сильно, Ну и сам пример был очень силен, поэтому, да. И также подняли стоимость Жонни вместе с наручами. Ну вот, я продолжаю сейчас очень популярный предмет. Да, и большая тоже. Типа ты, сейчас из-за того, что все остальные маг-предметы слабые, ты можешь собирать мифик, а потом большая Джонни и все, как бы ты защищен, ты такой полутанчик уже. Ну да, то, что сейчас работал стоит 3 800, а вот ты собираешь просто слоты, которые вот на баншо они дешевые были, в общем патч. Собираешь, цифруешь. Я вот знаешь, что не понял, стоимость сборки завесы большие подняли на 300, это получается просто рецепт, 400. Стоило, сейчас 700, да, будет. Окей, еще предмет для чародеев по нерфили, это как раз таки посох водного потока, 50 АП сняли. Кто не знает, этот предмет, он дает movement speed, да, когда ты хилишь или шилдаешь, что-то, что-то связано. Бывает, на Лиле даже собирают монстон и этот посох водного потока. Химтековый разъедатель, это что у нас, что он дает? Это для саппортов, это для саппортов, видимо, эффект, который Gravis Wound, ну, ты можешь прочитать, да, рану накладывают, страшные рану накладывают. Круто, в то же время, я сомневаюсь, что есть вообще персонаж, который когда-либо будет собирать это из саппортов, первое, у них нет голды на это, второе, у них есть приметы полезнее, а игроки или персонажи, у которых есть на это золото, допустим, а дэшник и мидер, могут как раз собрать эту хрень. Привет для воинов, давайте Кирилл, даю вам. Севермирская заря, сил атаки 40, заровен на 30, на 100. Ты знаешь, что это примен дает, кстати? Я вообще впервые увижу, Серьезно? Это QSS для вывела? Да, это QSS. Банжай от Jufnai, это Jufnai. Железный кнут, кстати, очень сильный нерф. В основном, можно было собирать на Пантеона того же, или снова. На Казикса? Да, да, на Казикса. А если учитывать то, что Пантеона еще верли, понерфили, и то, что с первым митом собрал тот же Железный кнут, это сильно зачистку леса не ускоряет. Замедляет. Примерно за ссылков. Это, кстати, очень сильный бафчик, что танцоры, что Арбалет и Поклон очень сильно бафнули. Большие изменения, да. Возможно, захотят больше Арбалет брать вместо этого, Гейлфорса. На русском назови. Как он называет? Сейчас скажу. Сила Шторма. Сила Шторма. Она где-то здесь написана или ты вспомнил? Вспомнил, конечно. Красавчик. А я тоже что-то где-то читал. Ну, мы с тобой вроде это вместе читали в прошлом патче. Вообще, по первой, если пройтись, стоимость признешного татцора стала меньше в плане стоимости рецепта на 100 зол, это всегда приятно. Потому что ты покупаешь эффективные предметы. Это понятно, почему он приятно. Он дает АД сейчас, что, в принципе, никогда не происходило в игре раньше. Всегда танцор не давал АД, сейчас он дает шок. Раньше нужно было набрать 5 стаков, чтобы у тебя было плюс 40%, сейчас тебе нужно 4 стака и плюс 30% скорости атаки. Это невероятный баф, потому что часто такое происходит, когда ты собрал мифик, собрал танцор, еще гвинцу какую-нибудь, и ты как бы очень быстро бьешь, но как бы проблема в том, что твои автоатаки там 60 урон наносят по танкам. И ты как бы очень быстро бьешь, это очень классно выглядит, но если ты не винь, то твои быстро автоатаки как бы не дамажат. Вот, поэтому всегда хорошо, когда у тебя пример дает и то, и то. И знаешь, типа, если это дает, ну, еще и хорошие цифры, допустим, 20 АД, это много, это фактический пикакс. Это даже можно на гравец теперь танцор собирать. Да, а посмотри, сколько он на таксида дает, сколько, когда она стакается, он дает 50, 55% от таксида, это очень много. Вот, и вкупе с арбалетом, которому подняли АД и скорость атаки, это просто вот ваши два первых предмета, арбалет танцор, арбалет танцор на любого персонажа сейчас можно собирать из стрелков, и возможно, некоторые жанр, типа крыса. И третьим поклон сразу, просто сразу же поклон. сроду бедик еще. Еще, у меня бафнули три предмета, я их собрал, что, нормально. Давай предметы же вычти, Кирилл, back to you. Ах, потрошитель поднерфали, конечно, неприятно, неприятно. А то все в целом состоит предметы, предметы занерфляли. А сильно вообще нерф потрошителя, как считаешь? Мне кажется, да, это второй нерфу получается. Вот ты играешь, Кирилл, ты вбежал в четверых. Так. Ты же все равно фул хп себе отхилишь. Ну, да. Ну не фул, скорее всего, ну, половину. Потому что так, ну нет, в целом ты не фул отхиливаешь, потому что, знаешь. Не, ну да, это зависит от того, на с каких процентов я нажал, конечно, пока своих. Ну, это знаешь, это вроде такой неплохой нерф, но в совокупности из того, что еще чемпиона самого понерфили, выглядит очень сильно. Ну, а у тебя нет на Олафе этих других выборов. Да, у тебя выбора, по факту, другого нет. другого выбора нет. Губительный взор. Ну, это, я когда-то, и Владимиро. Да. Ну, для Акалина, только основной даже. Не помню, кто еще собирает эту. Кайло Райс. Ну, я, я помню, я некоторое время собирал рифтмейкер, дворца разломов на Лилию. Неплохо сидело. Ну, кстати, вот смотри, сам стат всестороннего вытягивания жизни это самый эмбовый стат в игре в данный момент, по моему мнению. Потому что он тебя хилит даже об варды. Ты не даешь, что так у вард ты хилишься. Такого помнишь, раньше было, еще давно, в сезоне, в четвертом, ты мог хилиться, а одешники хилились об варды раньше. Это был вообще шок, когда ты почти убиваешь одешника, он увидел, блин, вард и фу, обхилился от него. Сейчас этого нет, и вот всесторонняя вытягивания жизни дает тебе такую возможность, и даже за какую-нибудь ошибку, когда ты играешь, у тебя есть всесторонняя вытягивания жизни с Ременус Хантера, с Ненасытного Охотника. Ты с Валеев хилишься, с Ульты, то есть это вообще имба. Стота. Вот, смотри, что-то мне нечего. Подожди, давай с этим выпить или взор этот дворец. Тут сняли сустейн с них, как в принципе в этом патче очень много сустейн сняли со всех предметов и дали хп. Как бы они снимают сустейн, чтобы файты были быстрее, но при этом дают хп, как бы эквивалентно сустейну в плане цифр в большинстве ситуации. но они еще пробивания же сняли, они просто сил умений добавили, знаешь, чтобы просто урон был без этого. После ритмейкера тот же будет савсан уже будет собирать, если у тебя нет этого. Не хватает петитеры. Ой, да, эти 5% это считай только 3-4 предмет, когда уже легендарных собрал, это хорошо, да. Но то, что они дали за миксы, это очень круто. То есть ты можешь сейчас на стакт сколько получается 4-8-16 процентов всестороннего вытягивания жизни на фул слотах и это выглядит как именно невероятно сильный лейтгейм. Даже возможно для таких персонажей, как Акали, которые особо не сияют там уже в лейт-лейтгейм. У меня будет потом на лип затратить, посмотреть как оно будет. Затмение, как тебе? Вот, что хотел сказать по поводу затмения. Мне кажется, если пантеон будет играться в лесу, на него будет собираться теперь затмение вместо курдринкера. А на грысе как думаешь? Какой билд лучше? Затмение или арбалет бессмертия? Ну точно не затмение, потому что затмение для рейнджовиков очень плохо синергирует, а вот либо гиллфорс, либо арбалет вот нагревес только так зайдет. Какой гиллфорс? Не понимаю, что за примет? Сила шторма, левая, сила шторма. Другое дело, нерв балет. Ненасытный гидру, поднерфили. Вот, кстати, по поводу испытания стирака, очень сильный нерв. Также, опять же, для олафа. Вообще, все брузеры собирают старым слотом после гордринкера стирака. Имеется ввиду что-то плохое произошло. Надеюсь, что они поднерфили. Но я уже краем глаза вижу, что броню мертвеца поднерфили. Да. Опять, броню мертвеца только на удирочек по-моему собирали. И сила природы тоже краски для удира. На основе я вообще не особо видел. Хотя танков просто в игре заняты. Длиное сердце. А, ну подожди, броню еще можно на мунду собирать и сила природы на мунду. Хотя они вроде плохие. На самом деле можно на всех танков собирать, просто мы у себя засрались, у себя нейла, не видим никаких танков. Да, реально, тут чугат видимо брокет все-таки. Танк чугат. Но получается это весь патч, можно еще скины посмотреть. Кстати, вот, по скинам лунный зверь, видел лунного зверя вега? Как раз-таки сегодня посмотрел видосик какой-то про нижние скины, а вот лунный зверя вега, а это единственный скин, который был, да, это единственный лунный зверь в игре был до этого патча. Короче, в чем суть, я видел, как чел со скином лунным зверя превратился в Азира, и это был лучший скин на Азира. Нет, он превратился на Азира, в Азира, и почему-то там был обычный Азир, но вот посмотри на этот скин, видишь, такие два рога, как будто, Вот это было у Азира, это был лучший скин на Азира, я думал, он вышел скин на Азира и хотел пойти играть с этим скином, просто пойти играть на скине, понимаешь, а не на персонажах. Поэтому лунный зверище все выглядят суперкруто скины, просто из-за этих рогов, рок, в общем, из-за них. Пусти, у Альстара даже нет этих рожек, у него своих, ну, зачем. Нет, он, видишь, у Вяшей Розы Синра Эталон, Синра Эталон, красиво выглядит. Вообще, классно, да, такие все в смокинге, в плач, в плач. А если посмотреть не на картинки, не на арты, а вот чуть ниже, да, там как-то немного... Да ладно, чем, классно скинул на зверь. Ну, собственно, вот и все, спасибо, что смотрели обзорчик, подписывайтесь на канал. ребят. Все. До скорой встречи. До встречи.